Приветствую коллеги, это Тикмилл, аналитикой с вами я, Артур Идиатумин. Пока у нас в сезоне отчетности в США фокус смещается с банков на технологический сектор, будет происходить у нас это на этой неделе. Фондовый рынок в США у нас остается достаточно устойчивым к встречным ветрам разной силы, будь то тлеющий конфликт между США и Китаем, или более серьезный рост числа новых случаев от коронавируса. Тем не менее, рыночные настроения и спрос на доллар у нас остаются чувствительны к статистике, которая позволяет прояснить, как быстро останавливаются крупные экономики. На прошлой неделе вообще раньше мы видели, что позитивные сюрпризы, на них все-таки откликался рынок, была реакция, мы это замечали. И продолжаем, конечно же, на этой неделе следить за данными, которые относятся как раз к такой статистике, которая может говорить о восстановлении. И среди такой статистики можно выделить по США, это ипотечные заявки, эти данные у нас выходят в среду, и индекс активности в производственном секторе США от Markit, он у нас намечен, выход его намечен у нас в пятницу. Как я уже говорил на прошлой неделе, у нас особое внимание заслуживает комментарии чиновников правительства США. И ФРС, связанные с продлением коронавирусного пакета мер, без которых экономику США, которая вот только-только набрала некоторую высоту, снова ее ждет потеря высоты и жесткая посадка, если вот эти меры не будут продлены. Причиной этому является то, что запланированный выход штатов из локдаунов не состоялся, значит, из-за роста числа новых случаев, которые мы наблюдаем с конца июня, да, как вы помните. Очень много штатов, практически штаты, где проживает 80% населения, у нас поставили на паузу или начали даже возвращать локдауны. У Goldman Sachs есть такая вот прекрасная картинка, вот такой вот график. Видно, что вот на 20 числа июня у нас 90% штатов, вот эта ширина вот этой зоны, они у нас ослабляли, да, вот ограничения, 90% штатов. То есть, не 90% штатов, а штаты, где проживает 90% населения. И вот затем, после того, как у нас всплеск, конечно, этих случаев происходить, причем ускорение, да, наблюдалось в заболеваемости, видно, что начала у нас изменяться пропорция зон, вот, да, которые они занимают среди вот этой всей ширины. Видно, что к текущему моменту, да, если мы будем брать эту границу, у нас штаты, где проживает 40% населения, они у нас поставили, получается, на паузу снятие локдаунов и еще, получается, 40% штатов, где проживает еще другие 40% населения, они у нас возвращают локдауны, да, вот начинают ужесточать, ввозят обратно некоторые ограничения. Естественно, это увеличивает шанс, вот такая динамика на то, что ослабление фискальной поддержки государства, сюда входят вот эти пособия безработицы, различные выплаты, кредиты фирмам и так далее. Это все, как бы, легко на плечи государства, это все государство финансирует. Собственно, вот такая вот динамика в том, как штаты реагируют на всплеск новых случаев, она повышает шансы, что если государство не будет активно вмешиваться, если оно не будет тратить ресурс, если не будет занимать, если не одобрит новый пакет мер или не продлит этот старый, то все экономические достижения американской экономики, вот недавние, да, это вот хорошая статистика по рынку труда у нас, хорошие, очень впечатляющие данные по розничным продажам за май и июнь, получается. По сути, как бы, эти все экономические достижения, они будут обнулены, они будут перечеркнуты. Также такой вот момент, что у нас в опросах перед президентскими выборами у нас сейчас лидируют демократы, и, естественно, это ставит республиканцев в менее выгодную такую позицию, что будет нуждать их идти на компромисс с демократами в плане обсуждения вот этой нового фискального пакета, да, потому что им необходимо сейчас достигнуть соглашения, необходимо одобрить новый пакет поддержки экономики, потому что, если они не справятся, то, конечно, их популярность упадет среди населения. По евро-доллару у нас продолжает двигаться вверх, еще, получается, с прошлой недели, видим, что у нас ранее вот здесь состоялся, получается, тест уровня 1.14, да, это произошло у нас в июне, в начале июня, и сейчас, вот после отката, да, после вот этой борьбы у нас снова перешло евро в наступление, и повторный тест, который у нас произошел, уровень 1.14, да, ключевой, он у нас после отката снова за пределы сопротивления выборовой цены, и отмечу как бы основной фактор, за счет которого мы наблюдаем вот такую динамику в евро, это прогресс в переговорах, связанных с фондом единого восстановления еврозоны, значит, у нас страны-участники еврозоны, они сейчас ведут переговоры по созданию единого такого фонда, который пойдет, средства которого будут направлены на проекты, связанные с восстановлением экономики, и отличительная особенность этого фонда, это то, что он будет у нас финансироваться за счет совместных объединенных облигаций еврозоны, это впервые в истории ЕС происходит, когда не отдельная страна, как Италия, Испания, Германия, они выпускают свои отдельные банды и как бы продают их инвесторам, сейчас банды может выпускать, если переговоры закончатся успешно по созданию этого фонда, банды будет выпускать у нас уже еврозоны, естественно, это очень аппетитный, очень вкусный долг обязательств для инвесторов, которые ищут сейчас возможности, куда бы вложить им средства, естественно, это очень вкусный долг, потому что это первый будет выпуск, получается, облигаций, причем все страны еврозоны у нас связываются, по сути, этим долгом, так как за долг придется, грубо говоря, отвечать, то есть выплачивать по нему, да, придется, как и Германии, хорошо развитой стране, да, которая в авангарде находится еврозоны, так и в варьергарде, там, скажем, какая-нибудь Греция или Италия, да, которая не держит фискальную дисциплину. Вот, все вам придется отвечать вот за этот объединенный долг, и, конечно же, инвесторы, вот, в ожидании того, что смогут договориться страны по выпуску вот этих облигаций, по созданию этого фонда, естественно, инвесторы тянутся сейчас в евро на ожидании того, что вот будет прорыв в переговорах, закладывая они вот в цену евро именно такие вот ожидания, собственно, поэтому мы видим рост, вот именно, в частности, рост евро против доллара как раз-таки вот на этих ожиданиях. И пока, как бы, еще переговоры у нас идут, пока они не завершены, есть еще вот этот потенциал роста, как бы, да, на этой неделе мы ожидаем движения в сторону 1.15 после отката, как раз-таки потому, что, будем надеяться, что страны смогут, они договориться о выпуске, о создании этого фонда, о выпуске объединенных облигаций, естественно, это очень позитивные новости для евро, которые сейчас рынок постепенно закладывает, выделяет, оттеняет, будем так говорить, на фоне других всех компонентов доллара и тест, вот, на мой взгляд, тест уровня 1.15 после вот такой вот вярой попытки, да, отойти вниз от сопротивления, получается, очень вярой попытка, как мы видим. Так как евро у нас вышло наверх, да, после вот отката, вот, и будет отличная возможность, именно фундаментальная, вот, фундаментальные припостройки у нас, получается, есть. И вот, с технической стороны тоже будет вот такая вот поддержка, комфортный, комфортный сетап, да, для входа, если вот цена спустится обратно на этот уровень, чтобы ожидать ее рост до, рост пары до уровня 1.15. Это все, что я сегодня вам хотел рассказать по евро-доллару, по основным новостям. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся в среду. Спасибо.